Зарабатывать в Саратове надо для достойной жизни, как считаете? Какая сумма? Сколько? Ну, 1150-200. Что такое достойная жизнь? Что входит в сумму? Ну, наверное, когда можешь себе позволить какие-то блага, не думать о том, не смотреть на ценники в магазине. Вот так вот, в продуктовый. Пошел в магазин, и не смотреть на ценники, просто по чуть-чуть, что угодно. Наверное, это первое. Сколько еще можно? Ну, у меня очень много разных хотелок, поэтому это совершенно другая история. Сколько зарабатывать надо в Саратове для достойной жизни? Какая сумма? А мы из Ульяновска. А в Ульяновске сколько примерно? В Ульяновске? Тысяча сетва, наверное. На каждого. У нас примерно одинаково. Достойная жизнь, что входит в нее? Что должно быть в понятии достойной жизни? Как минимум? Сложный вопрос какой. Ну, вот у нас отвечают работа, семья, какие-то кружки детям. Ну, то же самое. Это обычные потребности обычного человека. Чтобы не бегать, ипотеку брать за ужасные проценты. Нормально зарабатывать и спокойно смотреть в будущее. Тысяч сто. Это чтобы вот жилось. Для более-менее выживания тысяч пятьдесят. А уж совсем выживание, совсем выживание тысяч тридцать. Это совсем выживание. Что мешает получать вот эти сто тысяч заработки? Реально не получать? Есть ли такие зарплаты у нас? Нет. В моем окружении таких зарплат нет. А что мешает им получать? Почему не получать такие зарплаты? Как вы считаете? Почему не получать? Потому что работодатели не дают такую зарплату. Если человек пошел работать на обычную работу, по профессии или как. Есть профессии, в которой, в принципе, такую зарплату, наверное, не может человек получать. Есть частный бизнес, который тоже не очень-то разбежался платить людям. По вашему достойную жизнь, как бы она выглядела? Достойная жизнь, если говорить, опять же, у всех в своей рамке. Но достойная жизнь, это когда нужна обувь, ты идешь, покупаешь себе обувь. Ты спокойно пошел и купил себе обувь. Если тебе захотелось что-то там поесть вкусного, ты пошел спокойно. Не смотришь там, а вот если я это куплю, а мне на это не хватит, ты пошел купить. То есть достойная, это когда семья может поехать, допустим, летом в какой-то курорт. Я не говорю за границу, а хотя бы наш, Краснодарский край наш, хотя бы, да. И опять же, не отели пятизвездочных, хотя бы. Это вот достойно, по крайней мере, хотя бы. Если не хватать звезд в небо. Для достойной жизни от ста, наверное, не меньше. Достойная жизнь, ну, чтобы расходы превышали доходы. Доходы превышали расходы, да. Спасибо. Вы как считаете, сколько нужно для достойной жизни зарабатывать? Какая это стоит? Ну, 1080 точно. Как минимум? Да, чтобы, особенно если есть дети, и дети учащиеся, то точно такая и выше. Когда ты можешь себе позволить пойти учиться, куда ты хочешь, например, платно. Когда ты можешь себе позволить какую-то машину. Я не говорю, что какого-то класса, но какую-то, чтобы ты мог добраться до дома, до работы, до учебного заведения. Это все стоит денег, немаленьких. Поэтому я считаю, что зарплата должна быть от 80. Должна быть уверенность в завтрашнем дне, потому что может случиться все, что угодно с тобой, с твоими близкими, с родителями, с детьми. И должна быть уверенность в том, что будущее ты можешь обеспечить. Учебу детям, достойное лечение родителям. И, наверное, да, от 100. В Саратове сколько, вот вы считаете, надо зарабатывать, чтобы достойно жить? Какая сумма в месяц примерно? 70 тысяч надо. Смотря на сколько человек, если есть дети, школьники, детсадовцы, институт. Вот достойная жизнь, что в вашем понимании? Что входит в достойную жизнь? Ну, это чтобы... Как минимум? Ну, вот я работаю, допустим, на заводе АИД. Очень тяжелая работа, да? Да. Но зарплата у нас вот в среднем выходит, ну, где-то 35, ну, 40. Но мы считаем, что это мало. Это маленькая зарплата. Тем более заводы. У нас осталось, вы посчитаете, в заводском особенно районе, тут заводов раз-два и обчелся. А продукты выросли. Вы понимаете, пенсионерам каждый месяц, ну, там, раз в полгода или сколько прибавляют пенсию. А почему рабочим не прибавляют, допустим, зарплату? Опять продукты дорожают, зарплата дорожает, все дорожает. А у нас как зарплата была на одном уровне, так она и осталась. Скажите, вот что мешает нам зарабатывать вот те же 70 тысяч, про которые вы говорите? Что мешает? Вообще-то руководство нам платит. Как мы можем заставить, чтобы нам заплатили больше? Что, запастовки все нужны? Нет, ну, нам, как говорят, хотите больше зарабатывать, больше работайте. А если вы будете больше работать, вы больше будете зарабатывать? У себя на работе? Ну, вы понимаете, вот, чтобы мне заработать там даже 50 тысяч, мне надо выходить в субботу-воскресенье и на сверхурочке оставаться. После работы я еще должна работать хотя бы 4 часа. Да, это у меня рабочий день у нас получается с полседьмого утра до трех дня, ну, до трех вечера. И обратно же, ну, и я еще должна остаться до 7 вечера, чтобы заработать более-менее хорошую зарплату. Значит, все равно это как-то, ну, извините, пожалуйста. Мы же тоже люди, а не роботы. Если у нас даже железо ломается на станке, а люди тем более ломаются, как говорится, да, мы тоже и так же и болеем, так же и какие-то у нас свои там болячки вылазят. И хочется, хочется, конечно, чтобы в Саратове он был, ну, как бы достойный город, и чтобы достойная зарплата в Саратове была. 50 тысяч рублей. Ну, вот на 50 тысяч, на мой взгляд, вот достойно жить можно? Достойно, ну, можно жить, скажем так. Так, что мешает у нас получать, вот, хотя бы 50 тысяч, получает вообще у нас зарплату, так считаете? Я думаю, что нет. Что мешает? Почему у нас это в Саратове? Не знаю. Это, наверное, вопрос не к нам. Вот в достойную жизнь, на ваш взгляд, что в пользу? То есть, в пользу достойную жизнь, что нужно, как это будет быть в вашем доме? Достойную жизнь, чтобы люди могли посещать спортзалы, чтобы были на это возможности, потому что любой спортзал – это 15 тысяч рублей. Это, как минимум, да, абонемент стоимость, да, значит, чтобы могли посещать кинотеатры, концерты, которые к нам приезжают, но, в основном, понимаете, концерт – 5 тысяч рублей, 4, 3 – это тоже из 15 тысяч зарплата, тоже вот так. 40 тысяч. 40. 50 тысяч. 50. Вот понятие достойной жизни, что по вашему достойной жизни? Семья, дети, машина, дом, все. По вашему что это? То же самое. А кому, мужчине или женщине? Или мужчине, или женщине. Женщине при зарплате, достойной у мужа, ну, 1070, наверное, будет, ну, более-менее. А мужу? Ну, мужу раза в два побольше. Вот понятие достойной жизни, на ваш взгляд, что входит? Минимальный набор. Что это вообще такое в вашем доме? Ну, чтобы не только на нужды, но и на всякие хотения, желания и фантазии. Какой уровень зарплаты? Принемо 150 тысяч в месяц. Что вообще такое достойная жизнь? Как вот вы понимаете? Не жить от зарплаты до зарплаты. Достойная жизнь? Какая сумма? Не знаю. Примерно, в месяц? Не знаю. Ну, 60, наверное. Где-то так. Что мешает вот такие деньги на зарплатах? Не знаю, даже не скажу. На одного человека около 45-50 тысяч. Это вот минимум? Да. Я вот не знаю. Я уличный музыкант. Я лично зарабатываю месяц около 30-ти. То есть преподаватели меньше зарабатывают, чем попрошайка на улице. Сами понимаете, да? Достойная есть, да. Преподаватели в консерватории, например, зарабатывают хорошо. Я там учиться туда пойду скоро. Вот. Есть достойная жизнь. Но не для низших слоев общества, так сказать. Продолжение следует.